Значок юнормейца старшеклассник Никита Курушин получил одним из первых в школе, но убежденным патриотом признается был не всегда. Пример преподнес необычный школьный сосед, которого Никите посчастливилось застать при жизни. Константин Стычков, участник Курской битвы, старейший ветеран военной контрразведки СМЕРШ. Два года, как школа носит его гордое имя. Константин Георгиевич, мы ходили поздравлять со всеми праздниками, Новый год, День Победы, День Рождения. Он очень много рассказывал о Великой Отечественной войне, то есть я очень много узнал от него. У меня вспыхнуло чувство патриотизма и, соответственно, до этого я вступил в юнормейце. Многолетняя дружба между школой и ветераном началась в 2014-м. Ее эффект – мощнейшее движение юнормии. Более 60 детей в красных беретах в следующем году планируют увеличить число в два раза. Патриотический дух подогревает память о Константине Стычкове. Ее увековечили торжественно, с должным почетом. На фасаде школы установили мемориальную доску. Главные участники и главные организаторы всех этих событий – это ветераны, это действующие сотрудники органов военной контрразведки, это отдел военной контрразведки по Самарскому гарнизону, это, конечно же, учащиеся и учителя. Спасибо вам большое за память. Красная вуаль спадает, и вот он, будто и не уходил. Согласно книге рекордов России, Константин Стычков – старейший ветеран СМЕРШ. Самой эффективной спецслужбы в мировой истории. Он умер в прошлом году в возрасте 96 лет. Безмерно благодарна, это вообще у меня слов нет. Это порядочный, скромный человек. Его интересные рассказы и искренняя любовь к детям положили начало нашей дружбе. Я очень надеюсь, что память об этом выдающемся человеке будет жить и в памяти ее учеников. И наши ученики, я считаю, что достойны этого. Для нас он однозначно герой. Когда-нибудь рассекретят материалы, и все узнают о его подвигах. Плюс он внес значительный вклад в патриотическое воспитание молодежи. Дети – наше все, наше будущее. В 49-й школе к сентябрю следующего года планируют открыть музей. Памяти контрразведчика Стычкова и всей службы под грифом «Секретно». Гульфия Сафина, Николай Сидоров. События.